Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях, сейчас коротко о главном. Укротители карьерной техники. На ММК состоялся традиционный конкурс профмастерства «Лучший машинист экскаватора 2024». Клиентом можешь ты не быть, но карту ты иметь обязан. Почему внедрение новой пропускной системы во всех школах города стало причиной недовольства родителей? Игра на чемпионском льду. В Магнитогорске состоялся турнир, посвященный памяти хоккеиста Алексея Степанова. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту пожара в торговом центре «Каскад». Напомним, на третьем этаже торгового комплекса вспыхнул отдел напольных покрытий и хостоваров, что привело к гибели человека. В этот же день произошли серьезные пожары на улицах Одесской и Маяковского. Подробности в следующем сюжете. Сообщение о пожаре в торговом центре «Каскад» поступило в единую диспетчерскую службу в 9.20 утра. Очевидцы сообщили, что в здании торгового комплекса находятся люди. Пожарными было обнаружено и эвакуировано 17 человек. Из-за быстрого распространения огня возгоранию была присвоена повышенная категория сложности. В тушении пожара приняло участие 65 человек и 15 единиц техники. Благодаря грамотным действиям сотрудников Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона удалось пожар локализовать и ликвидировать на общей площади 500 квадратных метров, не допустить его распространения на вышележащие этажи, на кровлю. Но, к сожалению, в ходе разведки было обнаружено тело женщины в бессознательном состоянии. Она была передана в карету скорой помощи, в которой, к сожалению, спустя непродолжительное время скончалась от полученного отравления продуктами горения. За медицинской помощью обратились мужчина 1974 года, женщина 1990 года рождения и подросток 15 лет с диагнозом отравления продуктами горения. Ликвидация последствий пожара заняла около трех часов. Уже имеется предварительная версия произошедшего. Для осмотра места пожара была привлечена испытательная пожарная лаборатория из города Челябинска совместно с дознавателями государственного пожарного надзора был проведен осмотр. В ходе осмотра были установлены фрагменты электропроводки, которая имела признаки аварийного режима работы, скрутки электропроводки, что стало причиной короткого замыкания. По данному факту в Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Будет дана надлежащая оценка обстоятельствам возникновения пожара и гибели женщины. Будут также приняты меры по установлению правил соблюдения предпринимателями и владельцами торгового центра правил техники пожарной безопасности. Через пару часов после возгорания в торговом центре «Каскад» сильный пожар произошел в поселке Горького на улице Одесской. Огонь уничтожил второй этаж жилого дома, гараж, мастерскую и две машины. Ремонтировали детскую площадку, ну в общем силами, скажем так, увидели, что пылает что-то. Не пылает, а дым идет. Подумали, кто-то баньку подтапливает. А что-то сильно много дыма по факту было. И увидели, детишки наши бегут со слезами на глазах. Папа дом говорит, это короткое замыкание за спускового автомата. Приходящего автомата он заискрился и все. Подал искру на утеплитель на крышу гаража. Утеплитель был пенопластом. Он вспыхнул. Этот дом был построен семьей на материнский капитал и средства от продажи единственной квартиры. Он был и жилым помещением, и местом работы, где Максим организовал небольшую автомастерскую. Сейчас семья планирует отстроить все заново. У соседей живем, кто приютил. Чтобы сразу от соседа прийти и утром начинать работать. Нужна помощь руками. Кто может приходить, демонтировать. Сейчас вывозить, демонтировать, демонтировать. Чтобы понимать, с чего начинать. С строительными инструментами, материалами. Ну, все, что нужно для дома. Я на своей странице разместила информацию о случившемся с номером телефона, с просьбой о помощи. Люди откликаются. Конечно, очень всем признательны. Супруги выразили огромную благодарность за оперативность и пожарным. В этот же день огнеборцам пришлось снова выезжать на вызов. Он поступил с улицы Маяковского, 40. Произошел пожар в вечернее время, 15 квадратных метров. То есть там мусор горел в заброшенном здании по предполагаемой причине неосторожного обращения с огнем посторонних лиц. Прибытие было в 19.46 и ликвидация последствий пожара уже в 20 часов 12 минут. Этот дом находится в соцгороде, районе с выявленным статусом объекта культурного наследия. Возможно, вскоре он переживет реконструкцию, ведь эксперты уже давно призывают включить Магнитогорский соцгород в список объектов ЮНЕСКО. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. На ММК состоялся традиционный конкурс профмастерства лучшим машинист экскаватора 2024. За кубок победителя боролись 20 участников – представители Магнитогорского металлургического комбината, общества «Шлагсервис» и предприятия «Бускуль». О лучших украдителях карьерной техники в нашем материале. Конкурс «Лучший экскаваторщик» корпоративным центром подготовки кадров персонал при содействии ПАО «НМК» проводится уже более пяти лет. За это время в нем приняли участие более сотни машинистов с разным стажем работы. Такое соревнование – это уникальное средство получения знаний, обмена опыта между участниками, профессионального развития и, как следствие, карьерного роста. Меняются технологические процессы, меняются требования квалификации работников. Каждый год мы стараемся изменить положение конкурса, изменить теоретический этап и практический. Вадим Куксов дважды победитель конкурса «Лучший экскаваторщик». Наставник на производстве и член жюри им вспоминает, ранее теоретическая часть соревнования представляла собой ответы на вопросы из билетов. Сейчас участники проходят тестирование. В бланке 24 вопроса, касающихся конструктивных элементов экскаватора, требования охраны труда, специфики работы машиниста. Далее самая зрелищная часть соревнования – практический этап. Любой из нас стремится все-таки выиграть и хотя бы это показать уровень. Ну это как бы такая, ну не то что школа, а показания мастерства. Ведь на работе же не видно, грузим и грузим. А тут именно демонстрация. Очень интересно. Филигранное управление экскаватором участники конкурса демонстрировали на участке склада железорудного сырья МЦПАЖ. Карьерный гусеничный экскаватор весит 180 тонн, объем его ковша – 5 кубометров. Управляя этим массивным агрегатом, участникам конкурса нужно было забросить ядро шаровой мельницы весом примерно 4 килограмма в импровизированных мишень. Переставить подставку точно в центр круга и закрыть спичечный коробок. Машинистам в подобных упражнениях требовалось проявить недюжинный глазомер и великолепно развитую моторику. Вениамин Гибадуллин одним из первых смог забросить ядро в желтую зону мишени. Отметил, в работе машиниста точность играет важную роль. Мы же грузим железнодорожный транспорт, то есть Думкар и Копера там тоже нужно по центру. Лево-право не загрузишь, потому что будет сход. И соответственно тоже нужно стараться ближе к центру все грузить. Всем участникам конкурса «Лучший экскаваторщик» организаторы вручили памятную сувенирную продукцию. Обладатели номинации «За преданность делу», «Ювелир» и «За волю к победе» отметили специальными наградами. Призеров профсоревнования наградили дипломами и денежными премиями. Примечательно в этом году судьбу первого места решили считанные сантиметры в выполнении одного из практических заданий. Вот смотрите, что отделило первое место от второго. Не баллы. Именно вот эта вот разница повлияла. На моей памяти это первый раз, что мы просто смотрели коробки. Кто больше дозакрыл, не дозакрыл. Лучшим экскаваторщиком был признан Михаил Язвенко, машинист с 12-летним стажем подразделения «Рудник» горно-богатительного производства ПАО ММК. Полную версию конкурса «Лучший экскаваторщик-2024» смотрите на канале ТВИН в программе ТВММК. Дина Столярова, Денис Иванов, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Коллеги говорят, он ответственный и целеустремленный. Исполняющий обязанности мастера термического участка производства металла с покрытием Илья Хромов по итогам месяца признан лучшим в своей профессии. Илья Николаевич трудится на металлургическом комбинате 13 лет, имеет ряд наград. С лучшим работником месяца познакомилась наша съемочная группа. Мы находимся в термическом отделении ПМП Южного блока. Здесь мы производим отжиг металла непосредственно в колпаковых печах. А до них, получается, снимаем с поверхности полосы разные загрязнения масла на агрегатах электролитического обезжиривания. Один из важных переделов. То есть мы как бы в колпаковых печах происходит рекристаллизационный отжиг, что позволяет как бы смягчить металл, он становится более мягким. И на трассировке уже могут задать нужные потребителю свойства. Мои задачи, как исполняющие обязанности мастера, это непосредственно контроль за технологическим процессом, также контроль за параметрами, параметрами отжига, температуры отжига, параметров щелочного раствора в агрегатах обезжиривания, нагрузки. Также и в агрегате оно, температурный режим соблюдения. Ну и непосредственно, конечно, слежу за охраной труда. В 2011 году я устроился сюда, аппаратчиком электролитического обезжиривания, четвертому разряду, непосредственно второй агрегат обезжиривания. С этого как бы началась моя карьера. Через несколько лет получил пятый разряд, стал уже старшим аппаратчиком. Ну, решил, что на этом моя карьера не должна заканчиваться. Получил высшее образование. Ну и сейчас, как бы, испытываю, как пытаюсь, утвердиться на роль мастера. Ну, Илья Николаевич достаточно давно у нас работает. Пришел в цех простым аппаратчиком на обезжиривание. За время работы проявился как ответственный работник, который способен выполнять поставленные задачи, искать решения. Инициативу проявляет. Человек пользуется уважением в коллективе, как рабочих, так и руководителей. Коллектив сплочен уже давно, годами. Ну, приветливый, хороший. Меня как бы и приняли они хорошо, и я до сих пор как бы с ними. Я когда сюда пришел, у меня вот мой наставник, сейчас здесь же также работает. Я был у него молодым рабочим, сейчас я исполняю обязанности мастера. Какие-то года я был тоже наставником. То есть, когда я был старшим аппаратчиком, мне закрепляли молодого работа. Сейчас, в данный момент, он, кстати, тоже старший аппаратчик, я получил пятый разряд. Я не жалею, что я попал сюда. Мне работа нравилась, она достаточно интересная. После того, как я начал исполнять обязанности мастера, мой кругозор увеличился. То есть, если раньше я работаю на агрегате, мои обязанности заканчивались конкретно агрегатом, то сейчас я наблюдаю за всем потоком жести во всем цеху. Непосредственно и в термическом отделении, и в прокатке. Плотно работаем с ними. Ну, грубо говоря, от того, как пришел металл на резку, и как он от нас уходит по трепетям. Семья, конечно, прежде всего. Гуляем с детьми в парках, отдыхаем. Ну, хобби смешанными единоборствами занимаюсь. Но это редко, конечно, сейчас было до этого почаще. Ну, сейчас чисто так для себя иногда посещаю зал. Поддерживаю физическую форму. А было ли навязывание услуг банка? Внедрение новой пропускной системы во всех школах города стало причиной недовольства родителей. Сегодня вход в учебное учреждение возможен только по школьной карте банка Куб. Напомню, система была внедрена еще в 2019 году, но применялась она не всегда. В каких-то школах дети проходили через турникет без карты. На прошлой неделе состоялось совещание с руководителями школ, на котором обсуждали необходимость проведения разъяснительной работы с родителями на предмет соблюдения и исполнения мероприятий по антитеррористической защищенности. Позже эта информация, размещенная в официальных мессенджерах администрации, получила огромное количество откликов, вернее, возмущенных комментариев. Родители посчитали, что их таким образом принуждают стать клиентами банка. Раннее утро. Школа 56. Дети проходят через турникет, прикладывая школьную карту. Для учебного заведения это норма, говорит директор Елена Кадушкина. К карте предусмотрена временная альтернатива – бумажный пропуск. Всего их было выдано 20 штук. Если говорить по обеспеченности школьной картой пропуском, то у нас на сегодняшний день по статистике около 750 карт старого образца, то есть это карты, которые изготавливались ранее, и на сегодняшний день около 800 карт нового образца. Если говорить по обеспеченности, то на сегодня около 85% детей проходит через школьную карту. Часть детей ожидает изготовления школьной карты. Если карту старого образца дети могли использовать только в качестве пропуска, сейчас ее помощь и управление образованием предлагает, например, оплачивать проезд в муниципальном общественном транспорте или питание в школьных столовых. Чтобы получить карту, надо открыть счет в банке. Между тем, родители усмотрели в этом навязывание услуг конкретного банка. Это скриншот с официального телеграм-канала администрации Магнитогорска. А где ФАС? Кстати, да, надо туда жалобу родителям написать. А если родитель против использования карточек, ребенка в школу не пустят? Если у ребенка нет школьной карты, не захотели делать родители по каким-то еще причинам, оставил дома в конце концов, конечно, ребенка в школу пропустят, но ребенка будут фиксировать, его вход будет фиксировать в журнале, либо школа предусматривает использование каких-то других альтернативных способов пропусков бременных, пока не будет оформлена школьная карта. Она должна быть в любом случае, потому что это пропуск в школу, это его безопасность. Как выяснилось, родители все же написали жалобу в федеральную антимонопольную службу. Пока она рассматривается, мы обратились за комментарием к юристу. Если эта система должна быть внедрена на основе банковских, неких банковских продуктов, то, безусловно, эти банковские продукты должны быть бесплатными, то есть без ежемесячной какой-то платы. Если они будут платными, то это действительно навязывание неких услуг, которые не совсем нужны тем, кто хочет пользоваться этой карточкой только как средством прохода в учреждение. И, соответственно, дополнительных никаких вариантов для создания каких-то дополнительных банковских приложений, банковских продуктов или что-то еще не должно быть. То есть, если человек хочет получить эту карточку и пользоваться ей только как средством прохода и ничего больше не платить, то он должен такое право иметь. В службе поддержки банка нам сказали, что плата за пользование школьной карты не взымается, и ее можно применять исключительно только как пропуск в учебное учреждение. А пользоваться открытым счетом или нет, решать самим родителям. Юлия Черешнева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ. Вечная история борьбы добра со злом и превосходства любви надо всем. Магнитогорский театр оперы и балета приглашает зрителей на оригинальную постановку балета «Пергюнд». Необычное прочтение классического сюжета будет интересно всем поклонникам жанра. К слову, вместе с магнитогорским зрителем балет будут смотреть и приезжие гости, члены жюри фестиваля «Сцена». Подробнее обо всем в нашем сюжете. До показа балета «Пергюнд» считанные дни. Артисты на репетиции выкладываются по полной программе. «Пергюнд» в прочтении балетмейстера Магнитогорского театра оперы и балета Виктории Сайкиной это современная версия классической постановки, которая сочетает разные стили современной хореографии, свободной пластики и артистизма. Было сложно, потому что каждую пьесу, каждое произведение музыкальное я продумывала, каким языком будет, какой лексикой решен тот или другой герой. Сложно было первую сцену свадьбы, потому что там молодежь, и нужно было решить джазом модерном или контемпорэриденс. Главная героиня решена домиклассикой. Главная героиня тоже домиклассикой. По задумке постановщика, действие 19 века перенесено в современные реалии. Потому сочетание смелых решений в оформлении декораций, костюмов и классической музыки будут интересны и понятны как взрослым, так и подросткам, и даже детям. Вообще он идет для всех слоев населения. Если придет сюда молодой человек или школьник, они возьмут и поймут как бы все проблемы духовности и нравственности молодых людей и для пожилых и людей среднего возраста о неприходящих ценностях всего-всего этого мира, нашего бытия. Разобраться в перипетиях сюжета, конечно, помогает музыка. Бессмертная классика Григо, а для балета использованы не только мотивы Пейргюнта, но и другие произведения композитора. Позволяет зрителю погрузиться в мир героев и сопереживать им на протяжении всей постановки. Это будет мой второй спектакль. Первый уже у меня был, по-моему, в марте, насколько я помню. Это будет второй спектакль. Но вторые спектакли, они всегда очень трудные. Мне очень понравилась, очень интересная постановка, очень интересное решение, в принципе. Ну и, конечно, когда симбиоз танцев и музыки, а музыки уже 150 лет, то есть, ну, как говорит она, это вечно. К слову, этот показ будет для артистов и музыкантов необычным. Постановка будет дана в рамках театрального фестиваля «Сцена». Потому магнитогорский зритель может поддержать любимых исполнителей. Увидеть балет «Пергюнд» можно уже 26 мая. Билеты в продаже. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Позаботиться не только о хорошем урожае, но и о красоте своих клумб предлагают в садовых центрах «Виктория». На этой неделе во всех магазинах огромное поступление многолетних растений. Как предпочитают украшать свои участки магнитогорские садоводы и что стало настоящим трендом в ландшафтном дизайне? От разнообразия ярких цветов и всевозможных оттенков зеленого аж дух захватывает, признается Любовь Никишкова. Сегодня она пришла выбрать украшения для своих клумб. В последнее время огромную популярность набирают многолетние цветочные растения. Садоводы любят их за простой уход. Посадил такие один раз и они много лет радуют и создают уют. Появился шалфей дубравный. Мне кажется, отличная альтернатива лаванды. Очень красивый и яркий. Точно знаю, где он будет хорошо смотреться на моем участке. Купила самарскую лидию, давно о ней мечтала. Очень красивое растение – гортензия. И купила елочку коника. Буквально на днях в садовых центрах «Виктория» было огромное поступление многолетних цветочных растений. Более сотни разновидностей. Алексей Степанов показывает самые популярные. Так, сегодня настоящим трендом в ландшафтном дизайне стали злаковые растения. Например, вот такая овсяница. Посмотрите, в руках у меня сейчас находится армерия. Это одно из моих любимых растений. Она очень рано начинает свое цветение. Насыщенная зелень такая и яркие цветы. Различные такие вот очитки. Причем множество сортов и различной цветовой гаммы. А еще садоводы очень любят флоксы. Потому что это самый ранний цветок. Зацветает в одно время с тюльпанами. Абсолютно неприхотливый. Он закрывает небольшую территорию. И радует нас именно первым цветением. Такой пеленой ярких красок. Причем они бывают как фиолетовые, розовые, белые. А еще сейчас самое время высаживать клубнику. Она же Виктория. В садовых центрах, названных в честь этой ягоды, предлагают только здоровый посадочный материал. По словам Алексея Степанова, обновлять Викторию на своих грядках необходимо каждые три года. Как правило, в условиях своего садового участка на нашем посадочном материале накапливаются болезни, вредители. И потом они дальше переходят в те растения, которые вы садите уже для будущего урожая. Мы же реализуем профессиональный, оздоровленный посадочный материал, в котором исключены все варианты болезней, вредителей. Помимо любимых магнитогорцами сверх крупноплодного сорта Азия, ранних Елизаветы и Мальвины, особой любовью у сладкоежек пользуется сорт Купчиха. Это клубнично-земляничный гибрид с уникальным вкусом и великолепным ароматом. Его по праву считают одним из самых сладких и оригинальных российских сортов на сегодняшний день. В нашем ассортименте как такие большие кашпо, которые в этом году уже будут полноценно плодоносить, и можно получать великолепный урожай, именно полноценный урожай. Это уже самые мощные кусты, и в этом объеме горшка уже заложен специальный грунт. Мы прям берем, ямку копаем, высаживаем, его, в общем-то, поливать больше ничего не надо. Есть такой же вот в небольших стаканчиках недорогой посадочный материал, который в этом году, в общем-то, также за этот год вырастет. В этом году вы обязательно получите первые ягоды. Кроме того, в центрах Виктория различные сорта как плодовых, так и декоративных культур. Все они выдержали испытания на специальных площадках. По словам Алексея Степанова, на прилавки попадают только те сорта, которые прекрасно растут в нашем непростом уральском климате. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИ. О новостях спорта через несколько секунд. Хоккейный сезон завершен, но только не для любительских хоккейных команд. Накануне состоялся традиционный турнир, посвященный памяти хоккеиста, нападающего магнитогорского металлурга, обладателя Кубка России и двукратного чемпиона Евролиги Алексея Степанова, трагически погибшего в мае 2000 года. Впервые состязания для юных хоккеистов прошли не на открытом льду, а в арене «Металлург». Подробности у Елены Старостиной. Выходить на лед в рамках турнира памяти Алексея Степанова этим командам приходилось уже не раз. Обычно турнир проходит во время зимних каникул. На этот раз соревнования решили провести весной в арене «Металлург». И не прогадали. Несколько месяцев ожидания увенчались небывалым подарком для мальчишек. Ведь играть им предстоит на настоящем чемпионском льду. Для нас это очень значимое событие. Мы счастливы, что этот турнир набирает обороты. Проводится он уже который год, уже, по-моему, пятый год. Становится ежегодным, традиционным. Хочется выразить огромную благодарность хоккейному клубу «Металлург» в том, что он всегда поддерживает нас в этих турнирах. А в этом году, тем более, чемпионский лед. Мы счастливы. Это не только организация. Это все. Это лед, это мечта детей поучаствовать на этом льду. Это просто здорово. Я не знаю, как еще сказать, но ребята довольны. Вот они играют, они красавцы, они стараются. По традиции в соревнованиях принимают участие 4 команды. Дважды турнир памяти Степанова собирал взрослых хоккеистов. В прошлом году играли ребята среднего возраста. На этот раз решили провести старты для самых юных игроков. На лед вышли команды «Гайдаровец», «Золотые львы», «Дворовые волчата» и команды из Башкирии «Аскар». Мы первый раз приезжаем в Магнитногорск, но мы постоянно играем на улице. И вот в этом году мы первый раз сюда приехали. Детей привезли, которые играют на улице, неплохо играют, на свежем воздухе. И сейчас для них такой большой праздник. По регламенту турнира команды поделили по группам. Победители в каждый вышли в финал, а проигравшие сразились за третье место. В результате тройку замкнула команда «Гайдаровец», второе место у «Аскара», а главный кубок достался «Дворовым волчатам». Елена Старостина, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». Накануне в Москве состоялся чемпионат России по КУДО. На татаме встретились более 130 сильнейших спортсменов страны. Отправились в столицу представители города Металургов. Магнитогорский боец Кирилл Ланшин в непростых поединках смог завоевать серебряную медаль. О том, как это было, он рассказал Павлу Берсеневу. На чемпионате России в Москве Кириллу Ланшину довелось провести четыре поединка. Самым запоминающимся для него стал третий бой, полуфинальный. Магнитогорцу противостоял серьезный и очень опытный 32-летний соперник, чемпион мира по борьбе, явный фаворит соревнований. Единоборец из города Металургов перед авторитетом не дрогнул и дал понять, у него серьезные планы. Соперники не уступали друг другу. Итог схватки был решен в дополнительное время. За счет стойки попадание больше было у меня в стойке. И в борьбе в партере у нас был равный партер. Борьба со стойкой у него больше была, перекидывал меня. Но в стойке по рукам я больше. За счет концовки я смог забрать бой и из-за этого выиграл стойки. Правда, утомительный поединок сказался на состоянии магнитогорца. И в финале Кирилл Ланшин уступил. Допустил ошибку, пропустил очко, получается, не смог отыграться. В партере, получается, пропустил киме, и когда проходил проход ноги. Много сил потрачил на полуфинал, и без сил уже меньше сил было на финал. И вот так получилось. Досадное поражение. Займи Кирилл Ланшин первое место, он смог бы осенью отправиться на чемпионат Евразии в Армению. Впрочем, такой шанс еще есть. Первый номер, который займет на России, и первый номер, который займет на Кубке России, они потом едут летом на сборы, и только один номер поедет, так сказать, на эту Евразию. У нас, получается, есть как бы возможность, если кто-то из этих первых номеров травмируется или по какой-то причине не сможет поехать, то нас тогда берут. Кирилл Ланшин начал заниматься КУДО еще в пять лет. Однако спустя некоторое время бросил этот вид единоборств и вернулся назад через 10 лет. Поначалу успехов не было, но в прошлом году он завоевал Кубок России. Заниматься КУДО никогда не поздно. Я всегда всем говорю, даже взрослые, когда звонят, например, записаться в секцию, я говорю, возраст – это всего лишь цифра, главное сердцем не стареть. То есть, если у человека есть желание, человек добьется любых результатов. Главное – верить в себя и желать. А желает Кирилл Ланшин сейчас новых побед. Усердно тренируется и готовится вновь выйти на татами. Тренировку из состава благодарности. Постапчику Владимиру Петровичу, постапчику Павлу Родимовичу и Виктору Александровичу. И также в сборной команде. Павел Грисенев, Александр Макаров, телекомпания ТВН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok